Стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары – одно из главных направлений СПК Шымкент. Однако председатель правления почему-то не счёл. Нужно подробно остановиться на волнующих горожан теме. Возможно, из-за того, что с этого года управление стабфондом СПК производит через механизм предоставления займа. «Вот ваш отчёт у меня на руках. Здесь по стабилизации цен в 2021 году буквально два предложения. Ответьте на вопрос, сколько выделено стабфонду на этот год. И если вы предоставляете льготные земли крупным сетям, то подскажите, кто сколько получил». Председатель правления не сразу собрался с ответом. Информацию подсказали подчинённые в ходе брифинга. «Какой объём? Сколько вы сказали? Подскажите. 4 миллиона? Нет, 4 миллиарда. Из 4 миллиарда 800 миллионов предоставлены громад 300 миллионов Шымкент Кус, 1 миллиард Магнум, Феркан 300 миллионов и 500 миллионов Юпекс, Каскасу 200 миллионов». Получается, что утверждённое правительством списки на 19 социально значимых товаров по стабилизации цен возложено на крупные торговые точки товаропроизводителей и дистрибьюторов. «У кого-то бакалей, у кого-то сельхозпродукция. В Магнуме придерживаются социальных цен по 19 позициям». На брифинге представители СМИ подняли вопрос цен на земельные участки, предоставляемые в аренду со стороны Шымкентской социально-предпринимательской корпорации. На вопрос, почему предпринимателю Чукану Баймухамедову продали полгектара земли за 11 миллионов, а два гектара в Козылжаре за 17 миллионов, председатель правления ответил так. «Стоимость определяется по рынку. Независимая оценка определила стоимость. На Нурсате, ну, даже человек, который неделю прожил в Шымкенте, он поймёт, что Нурсан лучше, чем Козылжар, правильно? И навряд ли он будет покупать ту, это же логично. Рыночная стоимость на Нурсате, она намного дороже. И хочу отметить, сейчас, просто если там на крышу зайти, 10 соток на Нурсате стоит 20 миллионов ИЖС. Ну, вы это, опять же, все знаете, я эту цифру не придумываю. Здесь для бизнеса эта стоимость 11 миллионов тенге. И, опять же, эти 11 миллионов тенге не я себе карман лужу, как акционерное общество. Это мы взяли из бизнеса, отдали завтра по социальным проектам». Что касается инвестиций, то портфель инвестиционных проектов, реализуемых корпорацией социального предпринимательства, совместно с частными инвесторами состоит из 100 проектов на 679 миллиардов 400 миллионов тенге. Остается надеяться, что там, где такой большой финансовый оборот, есть и аудиторская проверка.